Доброе утро! Вы смотрите новости на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова. И переходим к выпуску. В Алтайском крае завершился отбор волонтеров второго этапа – Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Он пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Волонтерами станут больше 400 человек в возрасте от 18 лет. Отбор кандидатов проходил по следующим критериям – коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, толерантность к иным национальностям, религиям и конфессиям, способность брать на себя ответственность, а также умение следовать инструкции. Во время отбора больше тысячи человек из 40 регионов России заполнили заявки в волонтерский корпус. На телефон горячей линии поступило более 2000 звонков, а также было проведено 600 собеседований. Добавлю, в волонтерском штабе уже начали распределение волонтеров по рабочим функциям. Мы уже начали отбирать команду волонтеров, поэтому почаще проверяй свою почту и находи там письмо с приглашением в волонтерский корпус второго этапа Кубка мира по гребле на Вайдарках и Каноэ. Ну что ж, дорогой волонтер, до встречи на гостеприимной алтайской земле. И к другим темам. Полосы для общественного транспорта, возможно, появятся в Барнауле. Мэрия предложила жителям краевой столицы обсудить вопрос об их создании. Власти уже разработали проектную документацию. По словам специалистов, это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам. Выделенные полосы для общественного транспорта предлагают сделать на улице Матросова, Петросухова, Пионеров, Партизанской проспекте строителей. Всего должно появиться семь таких участков. Цыплят по осени считают, а качество ремонта дорог определяют по весне. Комиссия по проверке состояния дорожного полотна посетила Новоалтайск. С подробностями наш корреспондент Константин Ганов. У меня за спиной флагман алтайского машиностроения – знаменитый Алтайвагон. Улица имени 22-го партсъезда много лет не знала нормального ремонта, и рабочие буквально по колдобинам добирались до своих рабочих мест. Но в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» появилось вот это почти идеальное асфальтобетонное покрытие, которое до сих пор в очень хорошем состоянии. И в таком состоянии оно должно продержаться как минимум до 2030 года. Как только на улицах Новоалтайска ставил снег, специальная комиссия отправилась на осмотр качества асфальта, уложенного в рамках нацпроекта в прошлые годы. В составе комиссии – Общероссийский народный фронт, представители Минтранса региона и администрации города. Но первыми, в свою оценку, дали простые новоалтайцы. Не растаял асфальт, держится, посмотрим. Надолго его хватит. Мой муж ездит ровно по дороге, не скачет по кочкам. Проще, чем было раньше, потому что мы выезжали, только ямы объезжали. А сейчас намного попроще стало. Работы по замене и ремонту дорожного полотна в Новоалтайске осложнялись частичным отсутствием в городе так называемой вертикальной планировки. Проще говоря, неясно было, куда отводить талые и дождевые воды. Подрядчику в некоторых случаях пришлось проявлять смекалку и подтверждать ее точными расчетами. Где-то рядом с дорогой проходила ливневая канализация. Дополнительно, совместно с администрацией делали ливнеприемный колодец, которого не было, и делали сброс в эту ливневую канализацию. Было единственное решение, куда убрать воду. Таким образом, с начала реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске отремонтировано более 23,5 километров автомобильных дорог. Как результат, у представителей администрации Новоалтайска претензий к качеству обновленных покрытий нет. Все работы выполнены из высококачественных материалов, соблюдением современных технологий. Однако, совсем без замечаний не обошлось. На ряде участков, особенно мы сейчас видим, и по улицам, по которым мы проходились, ведется работа по весеннему содержанию уборки снега. При очистке тяжелой техникой у нас деформируются, в некоторых местах приходят в негодность и разрушаются бортовые камни, где-то чуть-чуть асфальтобетонное покрытие. Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске удалось ликвидировать все места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В наступившем и последующих сезонах в городе перейдут к ремонту проселочных дорог. В частности, будет приведена в порядок дорога к микрорайону Новогорскому, а также участок между улицами Набережная и 2-я Залинейная. Со временем все микрорайоны города Спутника позволят его жителям чувствовать себя настоящими горожанами. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Новости. Медведи проснулись в Алтайском крае. Их учет уже начался. В прошлом году задокументировали 1364 особи. Следы медведей встречали в этом году уже во всех таежных районах, в том числе Черыжском, Залесовском, Алтайском, отмечают в Минприроды. Специалисты либо по следам находят берлоги и фиксируют, что здесь был медведь, либо ищут по южным склонам гор, где уже растет трава. Зверь может там пастись. В 2020 году больше всего медведей насчитали в Черыжском районе – 440. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Анастасия Борисова. Продолжение следует...